Притчи, 22 глава Я проваленовать не буду, но я займу такую среднюю часть аттуары Сегодняшнего служения есть дело, которое нужно сделать И я верю, что меня Бог вдохновил сказать то, что нужно сегодня сказать Вы знаете, я вчера вечером полтора или два часа читал Библию Потом молился Я не то чтобы стараюсь хвалиться Но я действительно понимаю, как это важно И может быть я не получил каких-то откровений за это время Но я просто понимал, что проведенное время в присутствии Божьем Когда ты отдаешь ему время, оно не бывает зря Ты просто потом раз и приходят какие-то определенные вещи Даже погода на следующий день хорошая и весной пахнет И есть действительно радость и ощущение и видение того, как Бог делает свое дело Именно Бог делает свое дело Поэтому для меня это очень важно Увидеть здесь подтверждение Нашли? 22-29 стих Володь Видел ли ты человека проворного в своем деле? Он будет стоять перед царями, он не будет стоять перед простыми О чем это говорит? То, что на самом деле, когда ты проворен, да, и то, что если ты развиваешь свои дары, свой дар То, что у тебя есть То ты будешь подниматься, Бог будет поднимать тебя То, что это на самом деле очень... А кто самый главный царь вообще? Это Бог Да, и понимаете, вот чем человек искуснее, Бог берет и призывает, да, как вот с Павлом произошло Просто вот Бог увидел, что нет, этого лучше в свой лагерь Да, он был такой упертый, такой... Написано, что он был ревностный во всех отеческих традициях написано Он сам про себя говорит то, что по закону непорочных, да То, что впереди своих сверстников всегда был И берет царь его к себе, да, на служение, аминь? Аминь И вот вы поймите, есть у Бога такой принцип, что важно, вот как Каин Агель поступили Что Бог принимает твою жертву, помните? То есть вот там вся фишка была в том, чтобы вот как-то умудриться сделать что-то такое, чтобы Бог принял Потому что если Бог принял твою жертву, твое служение, твое дело Ой, осторожно, ты будешь благословен и ты устанешь, ну как бы вот Ты будешь убегать от благословения, оно будет бежать везде за тобой Есть такая хорошая, как бы вот у христиан пословица, мы обречены на успех Знаете, обречены И вот действительно так, то что если ты умудришься угодить Богу Если ты умудришься дать что-то Богу, и Бог принят Представляете, Бог не у каждого принимает, знаете, это или нет? И это очень важно, понимаете? Многие просто хотят получить что-то от Бога, да? Но помните, когда женщина Иисусу омыла ноги, да? И вот это мир, да, которое там Иуда сказал За 300 серебряников можно было продать, он говорит, не трогайте ее, она сделала это для меня И говорит, во всех Евангелиях всегда будут говориться об этой женщине, представляете? То есть, и давайте мы откроем, вот 1 Тимофею тоже мне очень нравится, как Павел говорит 1 Тимофею, 1 глава, 12 стих Благодарю давшего мне силу Иисуса Христа Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение Да? То есть, вот Павел говорит то, что я благодарен Богу за то, что Он меня принял на служение и признал верным Да, верил мне в служение, верил мне в служение Я переживаю это сам сейчас, что, ну, на самом деле, я думал, ну, наверное, когда-нибудь я могу это сказать, так же, как Павел Но я понимаю, глядя на то, что происходит со мной и вот вокруг, с нами сейчас Потому что, как я уже говорил, то, что, я верю, ну, что вы это я, я это вы, и мы, мы тело И то, что мы уже благословены, уже можем даже так сказать, представляете? Потому что, ну, как Бог, помните, мы в прошлый раз Гедеона рассматривали, да? Когда Бог пришел к нему через Ангела и говорит, встань, муж сильный Какой я муж сильный? А все, понимаете, вот, если Бог пришел и назвал, и сказал, и верил, и уже позвал, призвал, все Он альфа и омега, понимаете? Он начало и конец, он без времени, он видит уже тебя в завершенном варианте Что ты справишься, что ты сделаешь то, что тебе порочено И это вот апостол Павел переживал, да, он тут даже пишет Меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению, в неверии Благодать же Господу нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верой и любовью во Христе Понимаете, он видит, он живет, он видит и видит, как, что Бог через него действует по-настоящему с великой силой Кто хочет, чтобы Бог через него действовал в этой жизни? Хоть желайте этого, чтобы Бог действовал через вас в вашей жизни, но все начинается с малого, аминь Верен в малом, будет доверено большего И я вот, знаете, я вот вам сейчас вначале хочу показать такой раритет мой Который мы уже, ну сейчас какой, 18-й год, он был написан, наверное, какой-нибудь 2003-2004 У меня есть такая молитва, это моя И я вам ее прочитаю сейчас Это мое сокровище, как бы И вот я верю, что Бог сказал, нам делиться сегодня этим сокровищем Я вот в этом 2000-2004, когда я писал эту молитву, находился, был 2003-й год или 2004-й, может быть, я был в Рету Пытался служить Богу, ну или как бы искал Бога, да, и слушал Слово, возрастал как мог И, ну на самом деле, вот когда я ее писал, я был в достаточно удрученном таком состоянии Внутри подавленном, вроде снаружи было более-менее все нормально Я был ответственным, я там в хоре играл на стройке, работал Вел там стройку Ну вот внутри было такое серьезное состояние Я даже вот взял, и это не была моя практика Вот сейчас я много пишу там, как я пытаюсь, мне нравится иногда молиться письменно Для того, чтобы зафиксировать Ну тогда это был первый раз И вы знаете, я в конце здесь написал Я никогда не хочу забыть об этой молитве И вот это просто доказательство того, что Бог верил, я не потерял этот листочек Я его на самом деле забыл про него Просто я его засунул в альбом с фотографиями, Ретовскими, да И вот он так сохранился, и когда я что-то перебирал, раз что-то там торчит какая-то шестучка О, да так это же вот эта моя молитва, которую я И мне как бы приятно, что она сохранилась И вот я хочу вам ее прочитать Господи, помоги мне по-настоящему быть ответственным Я хочу помогать другим и хочу быть внимательным к людям, которые работают и живут со мной Я прошу тебя вложить в мое сердце ношу за других людей За новых ребят, которые приходят к нам в центр Я хочу научиться быть внимательным ко всем вещам, которые ты мне доверяешь Я хочу, чтобы ты помог мне научиться не гонять постоянно о своих проблемах и недостатках А хочу все свое время посвящать служению другим и заботой о том, что ты мне доверил Я хочу меньше заботиться о себе и о своих проблемах Господь, я прошу тебя, вложи слова этой молитвы в сердце мое Я хочу делать хорошо то, что я могу, а не гонять о том, что не могу Используй меня, Господь, как ты видишь Ну тут еще, помоги мне оставить свои богатства Я никогда не хочу забыть об этой молитве Ну, и вы знаете, просто вот я ее не забыл Эта молитва исполнилась просто в моей жизни Как бы просто Бог увидел и я верю, что увидел мое сердце И вы знаете, я шучу сейчас Я говорю, что, ну, я бы на самом деле тоже бы вот себя на месте Бога Я бы тоже себя поставил вот на такое место, на котором сейчас нахожусь То есть открывать центр, там, грубо говоря, начинать Почему? Потому что, вот просто я перечисляю Я строитель, раз Я проповедовать умею и люблю Я на гитаре играю, играю, да? Я даже Еще у меня есть особый дар Я постригаю еще, понимаете? То есть я вот этот ребят постригал И я как бы люблю это делать Ну, я верю, что я руководитель Научился быть, да, как бы руководителем На тот момент, когда я это писал Эту молитву я умел играть на гитаре И умел строить немного Все, остальных, как бы, талантов Встречу не умел Руководить толком не умел Проповедовать толком не умел Там и так далее Я вам про все просто говорю, да? Что Бог, как бы, да, видя верность Видя желание, да, ведет И я сейчас могу сказать, что Бог Признал меня верным Верит мне в служение Правильно ли? Можно же так сказать? Уже есть Уже мы служим Уже мы действуем И мы работаем И... Поэтому я хочу вас вдохновить Вот то, с чего я начал Что искусственный в своем деле Он будет служить царю Он будет служить царю И Бог хочет И Бог... Есть вот эти вот притчи, да, о талантах И вы знаете, помните, там Раздавались вот эти вот таланты И те люди, которые приумножили эти таланты Помните, там человек приумножил У него было там... Это как, или не таланты Это как раз были мины Не помню я Когда всем по одной Но он пять принес Он говорит, молодец Над пятью городами тебя поставлю Помните, что там Что там не просто там Вот в одном месте там написано Войди в радость Господина твоего там Да, просто вот Счастье, радость Там и все Нет, он говорит Это... Ты его приумножил Вот тебя над пятью городами поставлю А ты в десять приумножил А тебя над десятью городами поставлю А ты, который не приумножил Заберите у него этот один Отдайте тому, которому десять Он собирает Ему нужно, да Вот у меня уже шесть есть Мне еще там четыре, наверное Не знаю, посмотрим Преумножим Ну, наверное, еще что-то есть Просто вот, может быть, не помню Но я просто хочу вас вдохновить на это Что... Если Бог примет Если Бог найдет тебя Желающим Ему служить И ты умудришься Ну, достучаться до Него И Он примет твою жертву Это будет так же, как и жертва Авеля Которая была принята Понимаете? И если Бог что-то от тебя примет Устанешь, а от Него бегать Понимаете? Я имею в виду... А, ну, еще вот У меня три машины есть Знаете? Я тоже вспоминал одну историю Когда я ушел из Рету И я купил Я, по-моему, наставил много работать Много работать И я как бы оставил духовное Чуть-чуть И я себя так вот Ну, за это корил Я... Думаю, вот я был такой духовный Так много делал Для Бога Служил Ну, как бы Не то, что много Ну, я имею как в своем представлении Да? Что я проповедовал И много читал И... Ну, по-другому Сами знаете Как живут Там И как живут Когда просто на улице Да? И я стал много работать И все Как бы вот Деньги Стал зарабатывать И одну машину Там русскую купил А потом купил Свою первую иномарку У меня было такое Вот внутри Осуждение Такое Вот Чуть-чуть Какой червоточин Что вот Я разменялся На мирские ценности И вот Пошел туда И в один день Меня угоняют Эту машину Знаете? И угоняют Свои Там Дурацкая история И я такой Внутри себя Ну, вот Подтверждение Думаю У меня Вот Нечистая машина И мои Нечистые Стремления Они привели К тому, что Я ее Вот Потерял И я так Сказал Внутри себя Ну, ладно Есть у меня Какие-то деньги Куплю себе Девяточку Сейчас И начну Как бы Сначала И И все Ну, вот так Но Бог очень быстро Делает Что эту машину Находит И мне возвращает И Вы представляете Это уже очень трудно У кого угоняют машину Это все Ее завозят В какой-то гараж Разбирают И все И ты ее больше Никогда не находишь Там могут поймать Преступников Там И так далее Но машину Могут тебе не вернуть Никогда Ну, вот И когда она вернулась Я как бы Вот покаялся Вот в этом Она вернулась Вот с этими словами Как бы Вот внутри меня Прозвучали эти слова Что Не называй Нечистым То, что я Чистил Почему ты думаешь То, что ты делаешь Ты Как бы Ты люби меня Ты служи мне Ты как бы Вот Ты мое свидетельство Здесь Для людей И то, что Это я тебя благословляю Такой машиной И как бы Вот Машина действительно Была хорошая На то время Это была иномака И коробка автомат И как бы Вот Ну Люди завидовали Наверное Как-то удивлялись Там Да И так далее Но это был успех Да Один из первых успехов Но мне Бог сказал Не называй Нечистым То, что я очистил И я как бы Спасибо Бог То есть таким образом Вот через то, что ее украли И вернули Второе рождение машины Такое очищение Произошло Машины Меня Окропление Такое И сейчас Вот Три машины у меня На меня оформлены Сейчас здесь Да И мы в центре И мы пользуемся Я вот так вот Просто на это Тоже смотрю Но Как бы Ну Бог позволяет Понимаете Бог позволяет И я рад Что эти машины Служат Богу Понимаете Аминь Потому что Вот Ну Я пытаюсь Ну Можно сказать Я хвалюсь Да Но я просто Вот Хвалюсь Богом Тем Как Бог благословил Меня И нас И Просто И Вдохновляет На это все Я вообще Чему сегодня Все это Да Я просто Вот хочу Чтобы мы Как бы Мечтали об этом Служить Богу Служить самому Главному Царю Если ты будешь Служить Ему Твоя жизнь Будет полностью Обеспечена Понимаете Обеспечена Не знаю как Понимаете Конечно Останется всегда Какая-то борьба Всегда какая-то Нужда И так далее Это не значит Что мы Вот станем Такими вот Но Бог Покроет все нужды Просто Покроет Понимаете Я уже рассказывал Про Про квартиру Я тоже рассказывал Да Что Пошел Одной девушке Ремонт делать Она меня позвала Да В итоге Когда закончил ремонт Мы поженились И заехали в эту квартиру На третьей просеке В элитном доме Понимаете И все В хорошем ремонте Поэтому вот Ну для меня Это уже свидетельство И вот Ну я вам прочитал Эту молитву Что когда-то Я начинал так Просто Просто просил Бога Использовать меня И для нас Лучше всего Это когда Мы просто можем Быть использованы Да И чувствовать Что мы используем И не гонять Постоянно о своем Вот я тогда В тот момент Когда я это писал Меня вот Я был в плохом Таком тяжелом состоянии И как бы вот Искал Бога И не мог сформулировать Что же меня так мучает Почему мне так вот Тошно, плохо Почему вот Так много всяких проблем У меня внутри Комплексов И потому что У нас всегда есть Вот да Наши проблемы Какие за которые мы гоняем Но я тогда понял Что я хочу Что-то делать Быть чем-то занятым Быть увлеченным чем-то Не замечать И не гонять Все время его за свое Но действительно Быть использованным И вот вижу Что Бог ответил И поэтому Я сегодня Вот сейчас Я хочу Тоже позвать Одного человека Сударь Молиться за него Со старшими Это Дима Кулаков Пока сиди Я тоже Как бы Расскажу Это Потому что Мы дали паузу Как бы Я понимаю Что мы И так спешим Всегда Сейчас Мы едем быстро Стараемся Как бы Использовать Все что можно Кого можно Привлечь И Я верю Все это От Бога Такое желание Ехать быстро Делать вещи быстро Но Все равно Нам сказано Что Не спешите Иногда Не спешите С людьми И у меня Было желание Я даже Саньком Тоже Советовался Ну как Ты видишь Давай Молиться Ну давай Возьмем Паузу И мы Действительно Взяли Паузу Как бы Смотрели И Ну мне Что понравилось То что Мы тут Месяц назад Или чуть больше Больше даже Начали молиться За Рекуперацию То есть За продукты Чтобы Заниматься Вот этим Продуктовым Движением И Чтобы Было На что Есть Сами Знаете Что это Такое Фандрайзинг В России Это называется И мы Вот Был Такое Побуждение Мы Стали Мы Просто В молитвах Бога Благослови Открывай Сердца Людей И Дай Зарекуперацию Мы Молились Молились Мне Даже Один Человек Который Тоже У нас Начинал Ей Заниматься Он Говорит Ну Давай Уже Начинать Ну Давай Уже Начинать А Ну Как Начинать Не Получалось Мы Пока Только Молились Молились И Молились Потом Мы Вроде Начали Начали Сначала Одни Люди Потом Чуть Чуть Другие И так Далее Ну Вот В итоге Начал Дмитрий И Ну Вот Видно Как Пошло Просто Видно Как Просто Ну Мы Иногда Думаем Что Бог Должен Вот Мы Просим Него Он Должен Так Отвечать Просто Продукты Посыпятся Или Или Еще Что Сами Начнут Приезжать Сюда Просить Нас Забрать Но Она Не Так Делается Знаете Бог Дает Человека Который Обладает Определенными Качествами Настойчивостью Отсутствием Каких То Барьеров Комплексов И На самом Деле Я Благодарен Богу Благодарен Богу За Вот Это Вдохновение Просто Я вижу Что Как Бог Двигается И Снабжает Всем Необходимо Его Служение Его Я Хотел Чтобы Обращали Тоже Внимание И Я Говорю Я Даже Когда Молился Я Благодарил Бога Я Увидел Это И Я Понял Что Это Тоже Произошло По Молитвам Мы Молились Богу И Богу Раз И Все Так Сделал И Я Уже Бог Написал Скажи Еще Зачем Молиться Будем Молиться Потому Что Уже Понравилось Когда Действительно Как Иисус Говорит Придите Ко Мне Все Труждающие Обремененные Возьмите Игорь Моё На Себя И Бремя Моё На Себя Ибо Оно Легко Легко И Действительно Когда Ты Идешь С Богом Ты Просто Не Знаешь Как Чего Откуда Придет Но Ты Молишься И Он Просто Отвечает На Твои Молитвы Непонятно Каким Образум Это Все Происходит Я Атмосфере И Вот Даже В Таких Вещах Поэтому Бог Верный Бог Верный У него Есть Часто Такая Иногда Задержка Такая Пауза Да Когда Мы Должны Стоять В этой Вере Просить Его Но Он Верный Он Отвечает Он Действует Аминь Поэтому Принимайте Внутри Своих Сердец Просто Вот Это Желание Служить Богу И Все Чтобы Ваше Вот То Что Но Чтобы Что То Уже Вот Было Потому Что Бог Нужно Что Чтобы Это Приумножить Все Помните Там Две Рыбки Хребы И Так Далее Он Умножает Я Вижу Как В моей Жизни Он Продолжает Умножать И Верю Что Будет Умножать Поэтому Спасибо Богу За То Что Ведет Нас Пойдем Диман У тебя Помолимся Тогда Он Люди Понимают Это Решение Сознательно Я Не знаю Насколько Сознательно Но Одно Дело Когда Ты Там Был В Центре И Тебе Просто Говорили Другое Дело Когда Ты Пришел И Ты Мог Заниматься Своими Делами Но Ты Я Не знаю Появилось У тебя Это Желание Каким То Образом Я Верю Что Это Бог Вложил Поэтому Я Рад Мы Вдохрены Что Ты У нас Спасибо Тебе За То Что Ты Побуждаешь Его Служить Тебе За То Что Ты Изменил Его Жизнь За То Что Ты Вошел Его Жизнь Спасибо Тебе Господь За То Ты Признаешь Его Левым Веряя Всего Господь ommen Наполни его Господь Наполни всю его жизнь. Благеслави его родных и близких. Просто веди его, проведи через всю жизнь. Иисус, будь царем. Будь тем, кто благословляет, кто хранит. Открой ему глубину твоего духа. Господь, пусть эти дары умножаются в его жизни, Господь, пусть идет вся полнота, которую ты задумал для него, Господь Иисус. Реб educación сказать, не 뭘 не пути, Господь,� Beauty, наполни его своей любовью! Делай его твердым для тебя,полным Господи болеевый animals. Настрой буде твоих пут Covid lui! И сделай его богатым твоими дарами, твоей любовью. Пусть вся полнота придется. Призывай. Пусть этот человек всегда служит тебе, Сарюга. Исполни, Господь, все нужны, Господь. Дай видеть, Господь, твой план, Господь. Твое видение пусть ведет его воход твоим Иисуса Христа, Господь. Где бы он не находился, Господь, пусть все видят твой свет в нем, Господь. Свой характер, твою любовь, свою радость, Господь, твоим Иисусом Христа, Господь. Сделай его специальным инструментом царствия, специальным оружием, Господь. Против твердынице данной войны Иисуса Христа, Господь. Благословляем, благословляем во имя Бога. Аминь.